Орел поможет вам увидеть все с большой высоты. Погребальный комплекс Микерина. Размеры пирамиды Микерина не столь внушительны. Однако, в отличие от пирамид предшественников, при ее строительстве использовали более сложные методы отделки. Снаружи она частично покрыта красным гранитом, а стены внутри богато украшены. Уточним, что стабильно украшать стены стали лишь в конце периода V династии, когда возникли тексты пирамид. Оба наклонных прохода в пирамиду Микерина расположены в ее северной части. Верхний был закрыт во время строительства. И в итоге настоящим входом служил нижний, расположенный над основанием пирамиды. Нижний проход ведет в первую камеру, в которой впервые после периода правления Джосера имелись фальш-двери. Комплекс Микерина не успели достроить при жизни фараона. Гробницу поспешно доделывали по приказу наследника Шипсискафа. И все же этот момент следует считать началом новой эпохи в истории пирамид. Сами гробницы становились меньше, а погребальные храмы росли в размерах и выделялись богатой отделкой. Например, для создания погребального храма Микерина использовали блок известняка весом более 200 тонн, крупнейший в истории строительства подобных комплексов. Погребальная дорога Микерина выстроена из кирпича, а нижняя часть — это обычный пандус. Храм в долине строили в два этапа. Основание из известняка было заложено при Микерине, а основная часть из кирпича — позднее. Храм начал быстро разрушаться, и в конце шестой династии пришлось полностью его перестроить. Три маленькие пирамиды, считающиеся гробницами цариц Микерина, находятся южнее главной. Одна из них — с ровной поверхностью, а две другие — обычные, ступенчатые. До сих пор не удалось выяснить, был ли такой внешний вид задумкой, или строительство просто не довели до конца. Внутри пирамиды на востоке — обычные камеры и проходы, как в традиционных пирамидах-спутницах для Ка-царя. Однако в ней также нашли гранитный саркофаг. По всей вероятности, пирамиду использовали именно как гробницу, а не простой кенотав. Есть версии, что изначально это была пирамида-спутница для Ка, но позднее ее решили использовать для захоронения царицы. Кто был похоронен в ней, неизвестно. Не торопитесь, я подожду. Древний Египет никуда не денется. КОНЕЦ КОНЕЦ Основные регионы Египта Египтяне предпочитали селиться по берегам Нила, делившего страну на две области. Нижний Египет располагался в дельте реки около Средиземного моря, а верхний — южнее, в глубине материка. Из-за близости моря средняя температура в Нижнем Египте была менее высокой, нежели в верхнем. До 3100 года до н.э. и объединения Египта в каждой области был свой фараон. Корона Нижнего Египта была красной, на ней изображался папирус и пчелы. На белой короне Верхнего Египта изображались лотос и осока. В этих областях существовали конкурирующие крупные города. Скажем, Мемфис в Нижнем Египте и Фивы в Верхнем. Также в Верхнем и Нижнем Египте различались ритуалы, обряды и верховные божества. Многие храмы, впрочем, учитывали особенности культа и Верхнего, и Нижнего Египта, и церемонии часто унифицировались. Субтитры создавал DimaTorzok Великий Нил, несущий жизнь. Темную плодородную почву Нила древние египтяне называли черными землями, а окружающую пустыню – красными. Яркий контраст плодородной земли и пустыни оказал большое влияние на культуру, мифологию и религию. Египетская цивилизация была тесно связана с Нилом. Например, его сезонный цикл был настолько постоянен, что на его основе древние египтяне создали календарь. Ахет – это сезон наводнений, когда почва становилась плодородной. Затем шли сезоны возревания и сбора урожая – Перет и Шему. Такое чередование сезонов, наряду с изобилием дичи и богатой почвы, позволяло Египту процветать и успешно вести торговлю. Перет и Шему. Река Нил, текущая с юга на север, проходила через Верхний и Нижний Египет. Все крупные египетские города были построены вдоль этой живительной артерии. Защищенная от врагов горными хребтами и пустынями, обеспеченная растениями и дичью, египетская цивилизация процветала более 4 тысяч лет, развивая как экономику, так и культуру. И древние египтяне, и древние греки называли Нил одинаково – рекой. Нил, протянувшийся на расстояние более 6700 километров, является одной из самых длинных рек в мире. Он течет с юга на север по территории 11 стран. Исток Нила находится в районе субакваториальных озер, в том числе одного из крупнейших озер мира – Виктории, рядом с Танзанией. Субаклика, Б. Фарестии, рядом с Егорован nave Draven и на север по территории Он находится в рабочей территории. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ее основная артерия, белый нил, воссоединяется с голубым нилом в Хартуме. Именно там она течет через богатые отложения ила и минералов, которые несет дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нил насчитывает шесть порогов, естественных преград между различными участками реки. Пороги – это участки длиной около ста километров, где бурлящие воды текут среди гигантских каменных завалов и уступов. Дима Торзок После пересечения Нубии и первого порога река возвращается в Египет, в Осуан. Через тысячу километров она достигает Каира и Дельты, даря плодородие тем, кто живет на ее берегах, а затем впадает в Средиземное море. Каира Каира Нил являлся основным источником питьевой воды и воды для орошения в Древнем Египте. Впрочем, у египтян были доступы и к другим ручьям и рекам, а также к нескольким крупным озерам. Дельта, расположенная в северной оконечности Нила и известная как Нижний Египет, это большая орошаемая зона, где река разделяется на несколько рукавов. Дельта, расположенная в Средиземное море. Дельта, расположенная в Средиземное море. В Дельте было несколько полупресных лиманов, водоемов, отделенных от моря узкими полосками суши. Эти лиманы, сочетающие в себе глубокие и мелкие воды, соляные болота и песчаные равнины, были домом для множества видов животных и растений. В густом тростнике также нередко прятались разбойники, поджидающие беспечных путников. Дельта, расположенная в Средиземное море. Густом тростнике ему глубокий. Густом тростнике. Густом тростнике. Пустыни Египта По обеим сторонам изобильного Нила лежат пустыни – засушливая западная и гористая восточная. Они занимают почти 94% территории Египта. У каждой из этих пустынь свой микроклимат и свои дочерние пустыни. С характерной флорой и фауной. В Сахаре были найдены ископаемые остатки китов. Так называемая долина китов – свидетельство того, что когда-то этот район покрывали моря. Белая пустыня на северо-востоке Сахары получила свое название из-за контраста известняковой почвы с желтым песком. Ветер превратил скалы Белой пустыни в подобие каменных грибов. Самый известный из этих скал – Палец Бога. Палец Бога. Великое песчаное море – это обширная пустыня на территории Западного Египта и Восточной Ливии. Это родина уникального геологического образования, известного как ливийское стекло. Эти светло-желтые камни варьируются по размеру от мелкой гальки до огромных валунов. Эти светло-желтые камни варьируются по размеру от мелкой галки. Впадина Катара Впадина Катара находится на северо-западе Египта. Ее площадь – 18 тысяч квадратных километров. Глубина – 133 метра. Поверхность покрыта солью. После Афарской котловины – это вторая самая низкая точка Африки. Климат здесь очень сухой. Средняя температура – 36 градусов по Цельсию. В охраняемом юго-западном регионе расположен оазис Сива. Сейчас в Катаре ведутся поиски нефтяных месторождений. Продолжение следует... Сива Сива Сиванский оазис находится во впадине на 20 метров ниже уровня моря. Благодаря источникам воды и теплому климату здесь хорошо растут финиковые пальмы. Несмотря на египетское и африканское влияние, сравнительная изоляция привела к появлению уникального общества. Архитектура Сиванских храмов отличалась от египетской, хотя здесь почитали тех же богов. Архитектура Сива Оазис Оазисы были важны для кочевых племен и караванов. Они делали возможными переходы через пустыню. Поэтому оазисы стали важными торговыми и политическими центрами. Оазисы В сухом климате дожди идут слишком редко. И водоемы в оазисах наполняют подземные реки. Многие оазисы тянутся с севера на юг параллельно Нилу. Возможно, это бывшие притоки огромной реки. Есть сведения, что египтяне пытались создавать оазисы. Ливийские оазисы известны лучше всего, потому что географически и культурно связаны с долиной Нила. Геологически они отличаются от других регионов Египта. Самыми важными оазисами были Харга, Дахла, Фарафра, Бахария и Сива. Источник Солнца Один из многих термальных источников Сивы известен тем, что в нем купалась Клеопатра. В честь нее он и получил имя. О существовании источника было известно уже Геродоту в V веке до н.э., когда керенские греки называли оазис Аммонейон. Оракулы предсказывали будущее, толковали знамения и обещали божественную поддержку. Сиванский оракул считался одним из трех величайших оракулов мира, наряду с Дельфийским и Додонским. Из-за греческих колоний в Керенайке культ Зевса слился с культом Аммона. Неудивительно, что Александр Великий проделал опасный путь в Сиву, чтобы попросить совета у оракула, подобно Геркулесу и Персею. Оракул одобрил его действия и объявил Александра фараоном Египта. Он был признан сыном Аммона и стал первым законным правителем Черной Земли из всех иноземных захватчиков. Богатые и могущественные люди слали дары или совершали паломничество, чтобы получить благословение Сиванского оракула. Слава оракула росла с каждым сбывшимся пророчеством. Знаменитый бегун Эубот из Керены спрашивал у оракула, выиграет ли он 93-й Олимпийские игры в 408 году до нашей эры. Он победил, укрепив влияние Сиванского оракула. Храм оракула Аммона был построен в VI веке до нашей эры фараоном Амасисом. В игре вход охраняют сфинкса с головой барана, священного животного Аммона. Они скопированы с похожих статуй из Британского музея. Также Зевса Аммона могли изображать по-гречески, в виде сфинкса с человеческой головой и рогами. Так его часто изображали в Сиве. Зевса Аммона Файюм Файюмский оазис – это огромная тектоническая впадина в западной пустыне. Она заполнилась водой в результате разлива Нила. Файюм дал название региону, где расположено Меридово озеро. В оазисе найдены древнейшие археологические объекты региона. Они доказывают, что охотники и собиратели жили в Файюме с Неолита. В оазисе расположено Меридово озеро, некогда пресное, но со временем ставшее слабосоленым. При 12-й династии египтяне перегородили воду дамбой и вырыли оросительный канал. Озеро стало резервуаром. Ирригация позволила выращивать фиги, виноград и оливки круглый год. Во внутренних водах Египта чаще всего плавали на тростниковых лодках, филуках, триремах и киркирах. Корабли использовались для рыбной ловли, торговли и перевозки каменных блоков для строительства огромных монументов, а также в военных целях. КОНЕЦ 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 Пирамиды Египта Пирамиды Египта построены в период Древнего Царства в Гизе, Сакаре и Дахшуре. Но одна из самых знаменитых пирамид того периода расположена в другом месте. Некоторые фараоны Среднего Царства строили гробницы в Фаюме. И одним из них стал фараон Аминемхет III. Его пирамида потрясла воображение древних летописцев. Они называли ее «лабиринт» из-за обширного храмового комплекса у подножия пирамиды. Геродот писал, что посетил 12 дворов и более 3000 помещений. Впрочем, известно, что он многое приукрашивал. Субтитры создавал DimaTorzok Пирамида Аминемхета построена из кирпича и покрыта камнем. Строители хотели сделать ее неприступной. Уникальная погребальная камера сделана из единого блока песчаника. Рихард Лепсиус и Флиндер Спитри исследовали площадку размером 385 на 158 метров и установили, что лабиринт располагался там. Исследование было непростым, поскольку большую часть площадки затопило. Кроме того, камни храмового комплекса и внешние блоки пирамиды давно увезли в другие места. В игре пирамида воссоздана. Есть сведения, что многие ее помещения были посвящены богу-крокодилу Себику. КОНЕЦ 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 Город, основанный при Пятой династии, прославился при Двенадцатой династии. Тогда он назывался Шедет. В период Птолемеев греки дали городу название Крокодилополис в честь бога-крокодила Себика. В греко-римский период колерухи, солдаты Птолемеев, получали здесь наделы и проводили воду к новым полям. Система ирригации позволила утроить площадь пахотной земли, приумножив богатство города. В период расцвета здесь жило 27 тысяч человек. Расположение города позволяло контролировать все небольшие каналы, соединенные с Нилом. КОНЕЦ КОНЕЦ Главным городским культом был культ Себика из Шадета, бога воды и плодородия. Эти аспекты были важны для земледельческого города с искусственной ирригацией. К официальному названию многих местных деревень прибавлялись слова «город Себика». Во время праздников египтяне пели гимны Себику, прося его божественного покровительства. При греках и римлянах храм также процветал, проводя для поселенцев погребальные обряды. Жрецы раскрашивали саркофаги и украшали их потрясающе реалистичными портретами. В главном храме Крокодилополиса почитали живого крокодила. Это напоминало культ быка Аписа в Мемфисе. Страбон писал, что жрецы кормят его мясом, вином и молоком с медом. Египтяне звали крокодила Себик, а греки – Сухас. Его тело покрывали золотом и камнями. Когда священный крокодил умирал, его бальзамировали и клали в грот крокодилов вместе с тысячами других крокодилей и мумий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok